Дорогие друзья, всем большой привет! На связи Виталий Сергеенко. Сегодня специально для Admiral Markets записываю видео обзора по фондовому рынку США. Посмотрим, что там у нас с Китаем, торговая война с Трампа и, скажем так, китайцев. Да, сегодня будет очень интересный выпуск, поэтому переходим сразу на экран. Итак, с чего хочется начать мне, безусловно. С подобных заголовков, которые пестрили конец недели прошлой, эта неделя в духе того, что да, шеф, все пропало, Трамп поднимает тарифы и поднимаются тарифы на группу товаров 300 миллиардов, да, вот общее количество и с 1 сентября на 10 процентов. То есть это достаточно весомый такой удар по китайцам, да, вообще по мировому, мировой экономике, можно так сказать, и 10 процентов это очень такая солидная прибавка. С 1 сентября рынок, безусловно, отреагировал на такие вещи падением сразу. Мы увидели в моменте падения на 7-8 процентов. Хотя с другой стороны, конечно, у нас есть и снижение, такие зарождающиеся тренды снижения процентных ставок. То есть и ФРС снизила процентную ставку на 0,25, и ЕЦБ тут планирует снижать и печатает свои евро, и даже Центральный банк Российской Федерации начал снижать процентную ставку уже на 0,25. Поэтому какие-то общие тренды такие, чтобы немножечко экономику остудить, что ли, да, начинают снижать процентную ставку. Соответственно, что еще здесь стоит сказать? Ну, ожидают снижение процентной ставки еще в сентябре от ФРС. Посмотрим. Но фондовый рынок, видите, эту мысль, эту новость проглотил сначала, да, по поводу того, что вот тарифы, торговая война, новый виток и так далее. Хлопнулся на 7 процентов. Но с другой стороны, мне кажется, финансисты, инвесторы немножечко очухались после этого и посмотрели уровни 2,800, нормально, вряд ли сейчас мы резко упадем куда-то. Да, и решили откупать, то есть, в принципе, какая-то локальная первая волна паники, она прошла, и мы видим по факту движение в следующую сторону, да. Поэтому, если мы берем индекс S&P 500 или его там, скажем так, производные биржевые фонды, то сейчас, мне кажется, неплохая история для покупки. Это, конечно, спекулятивная покупка, потому что, когда мы на таких уровнях, то здесь и потенциал хода не очень большой, и если стопы какие-то ставить, да, то здесь так себе история. Но факт остается фактом, что мы нащупали уровень поддержки, да, на каждом там биржевом фонде он будет свой, на самом S&P, да, это как раз где-то 2,850, ну, я бы взял ниже 2,820, наверное, да, вот мы сюда уперлись и сейчас, как мне кажется, начнут отскакивать, какой-то в район 2,950 плюс-минус, да, то есть, вот такие моменты. Что еще у нас с вами важное было? Естественно, торговая война, новый виток ударил по Apple, да, то есть, Apple у нас также провалился с 220 на 193, такая значительная коррекция. Подобные компании, как AMD, да, знаменитая AMD, как у нас говорят, для компьютеров, да, история с чипами и так далее, или тот же, кто у нас еще здесь, NVIDIA, допустим, да, то есть, эти компании, которые немножечко так страдают из-за торговой войны, ну, не немножечко, а множечко, да, потому что они очень сильно с Китаем завязаны, там, Tesla, NVIDIA, AMD, там, Apple тот же самый, то есть, это все, конечно, очень сильно здесь влияет. Amazon, естественно, да, то есть, мы видим здесь везде падение, и если рынок упал там на 7-8% в моменте, то тот же Amazon с 2035 хлопнулся на 1750, да, то есть, очень сильное здесь снижение. Что касается уровней, да, если мы берем, допустим, Apple, то по Apple сейчас достаточно неплохой уровень, 295-200, то есть, это хорошие такие цены для покупки, если вы именно локально среднесрочно покупаете, знаете эту компанию, знаете ее растущий бизнес, хотя он уже определенного пика локального достиг, и тот же Samsung, Huawei уже обгоняет, да, уже по всем параметрам, и по технологичности, и по инвестициям в R&D, и по захвату рынков, да, то есть, Apple здесь уже не чемпион, но бренд по-прежнему на первых местах мощный, поэтому здесь может быть какой-то потенциал движения, скажем так, 10-15% в ближайшее время, если вот рынок начнет отскакивать, поэтому здесь хороший вот локальный сейчас где-то уровень, да, так, давайте чуть отдалим, ну да, вот здесь, смотрите, где-то 195-190, и, естественно, 200 целое число, хороший уровень, если закрепляемся выше, движение на 220 вполне себе логично и ожидаемо, я не думаю, что сейчас они пойдут ниже. Понятно, что, еще раз вы можете сказать, Виталий, ну, а как же торговая война, вот все кричат, все пропало, рынок сейчас обвалится, как только рынок начал вот это снижение, да, очень большое количество людей начали кричать, что все, мы идем на обновление, 2200, 2100 по индексу, но у меня всегда такой вопрос, а с какого вообще оно должно туда вот сейчас пойти? Ставки снижаются, безработица, нонфармы, ВВП на очень хороших пиках, то есть в положительной зоне по США, безработица 3,7%, это вообще исторически минимум за 50-55 лет, то есть в американском королевстве все прекрасно, то есть с чего бы индекс валился какой-то, да, 7-8% это нормальное дыхание рынка, нормальная коррекция, здесь ничего страшного нет, и другие метрики, да, другие показатели нам говорят, что в принципе кризиса, да, он назревает, но сейчас в моменте кризиса нету, и война, вот это, какие-то витки войны, безусловно, именно между США и Китаем, торговые войны, они могут приводить к каким-то вот таким движениям, да, может быть, к какому-то более плавному снижению, но сейчас я думаю, что вполне мы можем отскочить, достигнуть 950-3000 и обратно, да, там будет уже видно, может быть и какой-то такой сценарий, да, вот среднесрочный может быть, то есть я его не исключаю, но также, если немножечко китайцы с америкосами договорятся, мы можем опять обновить, там, 3050, допустим, да, то есть это вполне может быть, поэтому здесь будем следить, но для двух сценариев верно вот это движение вверх, да, справедливо где-то до 2950, то есть вполне себе может быть. Возвращаемся на графики, соответственно, Amazon, скорее всего, значит, отскакивает, я думаю, что его будут выкупать по текущим ценам 2790, точнее, 1790, извините, 1800, нормальная тоже, достаточно адекватная цена. Понятно, что и Amazon, и тот же Apple, допустим, немножечко перегреты, но вряд ли сейчас Amazon дадут скатиться вот даже вот таким образом, который был год назад, да, то есть может, конечно, подпросесть до 1670, 1700, но в принципе сейчас неплохие уровни такие спекулятивные. Именно, конечно, если мы говорим в инвестиционном плане, есть акции поинтереснее, получше, я думаю, в ближайших видео мы их разберем или на нашем открытом вебинаре на площадке Admiral Markets через пару недель. Но то, что мы сейчас здесь видим, безусловно, это все такое резкое снижение, но я думаю, что здесь это все будет выкупаться. Тот же Facebook, вы знаете, я очень люблю эти акции, эту компанию, и я же думаю, что и Facebook здесь также подбирает, смотрите, какой шикарный уровень, вот этот где-то 180-185, да, как раз классный такой кластер, накопление, вот здесь мы остановились, я думаю, что здесь вполне мы можем штурмануть еще раз 200-205, это вполне адекватно, такие справедливые цены. Если вы все-таки смотрите более спекулятивно, то не забывайте про стопы, друзья мои, потому что я торгую среднесрочно, долгосрочно, да, практически без плеча, да, без маржи, поэтому мне не страшно какие-то движения на 7, 8, 10 пунктов, 10 процентов в разные стороны. Но если вы берете маржинальные счета, там, пятые плечи, то, конечно, для вас это будет страшно, и вам нужны более точные входы, поэтому здесь будьте очень аккуратны. Но цены неплохие, нужно выбрать посильнее акцию. Если вы спросите вот Facebook, Tesla, AMD, Amazon, Apple, что из этого интереснее всего подбирать, да, я скажу так, что Facebook 100% выглядит сильнее, сильнее, Amazon и Apple, да, то есть AMD и Tesla я бы не брал, AMD есть очень большие там структурные проблемы, проблемы с балансом, с метриками, поэтому AMD это более спекулятивная такая идея, и там рост ограничен чисто технически, скажем так, и я думаю, что они стоят сейчас очень дорого для себя, и вот они могут хлопнуться намного ниже, допустим, на 17-18, легко, да, AMD. А вот и Tesla тем более, там сейчас очень много проблем, много недоверия этой компании, поэтому здесь они также, пока мы торгуемся здесь ниже, чем 270-260, здесь это все шорт стопроцентный, и здесь не стоит рассматривать каких-то лонгов. А вот наши другие истории, Amazon, Apple и тем более Facebook, это намного более интересно, поэтому присмотритесь, достаточно, я думаю, что здесь может быть хорошие такие интересные сделки. Друзья, ну вот такое сегодня видео получилось, голубом по Европам, но я надеюсь, что вы взяли для себя полезные вещи, самое главное, что вы должны здесь запомнить, что рынок – это рисковая история, здесь есть волатильность, здесь есть откаты на 7-8%, это нормально, здесь есть какие-то движения, и ваша задача – формировать правильно свой, диверсифицировать свой портфель, вкладывать в лучшие компании, брать их на распродажах, на коррекциях, и не переживать, когда рынок там снижается на 7-8%. Если вам интересно узнать больше и для начала также потестировать торговлю на счету, поторговать реальные акции, вы это можете сделать через компанию Admiral Markets, будет первая ссылка в описании, счет Admiral Invest, откройте демку, попробуйте, по-моему, от 500 долларов можно открыть реальный счет со временем и торговать реальные акции без маржи, не CFD, реальные активы без плечей, с дивидендами. Очень удобно для начинающих, очень классная история через знакомый MT5 терминал. И также, кому интересно больше узнать, так скажем, прокачаться немножечко в теме финансов, инвестирования, есть возможность совместно со мной, Admiral Markets, пройти обучение, такому углубленному трейдингу, инвестированию на фондовом рынке. Также будет вторая ссылочка в описании, переходите, там есть все условия, все фишки, плюшки. Я думаю, что вам будет это полезно. На этом, в принципе, все. Вот такое видео сегодня получилось. Большое спасибо. Увидимся с вами через неделю в следующем видео. Оставляйте свои вопросы, комментарии под этим видео, какие-то пожелания, может быть, какие-то акции, инструменты вы бы хотели увидеть в моем следующем обзоре через неделю. И увидимся в следующий раз на канале Admiral Markets в следующий четверг. Всем всего доброго, успехов, пока.